Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий. Да, ваша светлость. Угроза войны и самих боевых действий меня уже не так сильно пугают и беспокоят, как те события, которые разворачиваются в моей семье. Отпустите меня на войну. Мне нужно срочно выпустить пар. Остается надеяться, что в ближайшие недели ничего страшного не произойдет. Но вряд ли это возможно. Поиграем, увидим. Ну что ж, 42-я неделя, время до осады 8 недель. Пару месяцев осталось всего лишь, да? А у меня ворота не укреплены, ров, не вырод. Правда, немного денег есть и совсем чуть-чуть припасов. Зато со мной верный генерал, ведьма и охотник. Хотя, наверное, придется кого-нибудь оставить. Не знаю, двоих я, наверное, не буду оставлять. А вот... А вот... А вот... Аленке дам... Дам выходной. Дам выходной. Припасов немножечко отложу и вот так и продолжу. Гривна неделя, 43-я. Я сообщил крестьянам, что вы хотели их видеть по поводу призыва. Отлично. Поланец. Они должны быть здесь в ближайшее время. Очень хорошо. Гадалочка. Моя милость, сегодня я принесла тебе особый товар. Это моя специальная коллекция волшебных камней и кристаллов. Подожди. А мне кристаллы не нужны, камни не нужны. Мне нужно масла. Яйца нужны. Яиц нету. Да, я собирал их много лет. Некоторые нашла на берегах местных рек. А другие были добыты в серг-горах. У меня есть несколько необычных каменных талисманов и... И скалодуры. Конечно, они обязательно принесут тебе богатство. Но только если они чувствуют твою положительную энергию. А как я... Вот... Ну, хватит с меня вот этих вот... Мошенников. Мошенников, как я узнаю, работает ли это? Ну, они будут работать только если ты действительно в это веришь. Хорошо. Хорошо. Покажи мне, что у тебя есть. Они станут прекрасным украшением для твоего трона. Сделай свой выбор, моя светлость. Ты не разочаруешься. Ах... Мне нравится... Определенно мне нравится камень позитивности. Потому что он стоит не очень дорого. Кабень мудрости. Кабень позитивности. Кабень исцеления. Кабень богатства. Ну, вот я не знаю. Конечно, кабень богатства. Если я приобрету этот кабень богатства, мне трудно предположить, что это может быть. Возможно. Возможно. Есть какая-то механика, которая, может быть, в дальнейшем мне будет приносить деньги, да? А вдруг... Нет. Кабень мудрости. Знаешь, я, наверное, ограничусь камнем позитивности. Я возьму камень радости. Вот последнее время мне этого не хватает. Это будет сто тебе пять золотых монет. Берете? Да. Беру. Отлично. Желтый у варнолит это золото моря. Некоторые называют это затвердевшим солнцем. Считается, что он приносит радость и удачу в вашу жизнь. Он извлекает боль из физического и духовного тела и превращает ее в ясные положительные мысли. Достаточно, женщина, достаточно. Вы как только знаете, что у меня немножко появилось золотишко, так сразу же принесли мне гуру камней. И всяких ракушек. Все. На этом все. Спасибо, что пришла. Всегда пожалуйста, моя светлость. Всегда пожалуйста. Мне приятно иметь с тобой дело. Ох. Желтый у варнолит. Ух ты, какая красота. Этот камень радости. Бо я уже лучше. Всего лишь. Христианин. Торговец. Да, ваша светлость. Что да, ваша светлость? Ты с чем пришел? А, вот что. Присоединишься ли ты к моей армии? Мы идем на войну. Нам нужна помощь в защите нашего королевства. Конечно, конечно, ваша светлость. Вы удостоверились, что дань с нашей деревней собирается должным образом. Наша деревня будет на вашей стороне. Будь готов, битва начнется уже через семь недель. Как быстро летит время? Через семь недель. Странствующий торговец здесь, ваша светлость. А вот и торговец. Ну что ж. Бальзамы, мази, зелья. Что бы ни пожелала ваша королевская душа. Все пять золотых за штучку. Так, подожди. Мне нужно масло буковицы лекарственной. Мне не нужен сироп буковицы. Начинают меня путать. Не надо масла из сопа. Масло буковицам не надо. Это будет стоить тебе пять золотых. Берете? Да. Отлично. Что-нибудь еще. Мне надо еще один флакончик. Мне нужно один еще флакончик. Масло буковицы. Да, давай еще разочек. Да. Отлично. Что-нибудь еще. Конечно, отлично. Ты становишься богаче, а я бедней. А что у тебя еще есть? Семена укропа, шалфейная мазь, ромашковый чай. Нет, нет, нет. Мне нужно масло полыни еще. Мне нужно масло полыни. Мне не надо семена укропа, шалфейная мазь, ромашковый чай. Давай посмотрим, что у тебя еще есть. О, вот, вот. Масло полыни. Пять золотых берем, да, берем. Отлично. Что-нибудь еще. Так, секунду. Как мне все... А, ну, наверное, пока диалог не закончится. Так, хорошо. Листья базилика мне точно не нужны. Семена льна не нужны. Что у тебя еще есть? Что у тебя еще есть? Масло из сопа. Сироп буковицы. Нет, ну это все, все, наверное. Больше ничего не надо. Если яиц у тебя нет, то ничего не надо. Точно нет. Ну, только еще давай. Семена укропа. Это все, что есть. Спасибо. Отлично. Я рад, что смог побочь. О, так, секунду. Ага. Вот то все, что у меня появилось. Замечательно. Замечательно. Ну что ж. Осталось добыть парочку яиц. Василиска. Ваша светость. Что-то не так с сыном конюха. Что себе так? Он дергается и все время прыгает. Ну так, наверное, наскакался на конях-то. Ну еще и прыгает, наверное, поэтому. Мы думали, что это потому, что он маленький и энергичный. Но теперь, когда он подрос, стало только хуже. Ведьмы нет, к сожалению. Кроме того, он не знает, как разговаривать. Ну ладно. Он просто обормочет что-то под нос. Мы пытались остановить его и научить, но он впадает в сильные истерики, круша все на своем пути. Мы пытались дать ему целебные травы, молиться за него каждый день. Но ничего не помогает. У него плохая кровь, ваша светлость. Он должен быть очищен от болезни. И тогда он сможет жить нормальной жизнью. Угу. Ну, дело в том, что ведьмы я вот в этот раз не взял. А золото я дать, к сожалению, не могу. Знаешь что, пускай пока немножечко поскачет, поскачет. Через 7 недель война закончится. Потом придете ко мне вновь. Сейчас я вам помочь не могу. Вы не должны делать кровопускание бедному мальчику. Возможно, ему просто нужно время и терпение. Ох, ваша светлость. Вы не понимаете. Мы достаточно долго терпели или ждали. Его телом уже мог завладеть демон. Что, если он решит переместиться в другое тело? Я думала, что мы можем рассчитывать на вашу помощь. Насколько я поняла, нам придется разбираться. Вы вот меня не слышите. Я говорю, хватит делать кровопускание. Ну, что ж. Недовольны, недовольны. Ваша милость, наша деревня была затоплена. Наши дрова, запасы, продовольствие. Все ушло с рекой. У нас нет выбора, кроме как просить вас о поддержке. Что вам нужно? Боюсь, мы имеем дело с водным монстром. Водным духом, если хотите. Мы надеемся, что монстр не нанесет больше урона. Поэтому сейчас нам просто понадобятся некоторые припасы, прежде чем мы сможем вернуться к прежней силе. Ого. Ну, ничего себе. 23. Ну, ладно. Давай, помогу. Возьми припасы. Спасибо. Спасибо. Этого должно быть достаточно. Будем надеяться, что монстр больше не захочет нас трогать. А где поддержка? А где поддержка? Навраль. Вот это вот, если монстр там какой-то присутствует, это, можно сказать, сразу же, наверное, какое-то вранье. Ладно. На карту отправим дела на стороне. Атакованная. Плохая кровь. С плохой кровью мы не помогли. Бабушка. Потерянный. Айтвар. Лихорадка. Черебенок. Бедность. Слук. Балти. Слушай, ну так я не выясню. Мне тогда лучше заглянуть в архив. Охотник меня спраг доказательства того, что чудовище было побеждено. Айтвар. Айтвар. Значит, с Айтваром мы помогли. А где этот Айтвар? Черебенок. Лихорадка. Айтвар. Вот здесь, да? Значит так, направим туда Охотника. Подтвердить. Охотник ушел. Оползень. Не помню. Потерянная. Как бы так послать, чтобы уже наверняка. Потому что просто так посылать и убеждаться, что они меня не поддерживают, не очень хочется. Поэтому, наверное, все-таки в архив. Оползень. Эрик согласился помочь. Эрик согласился помочь. Значит, Оползень. А где был Оползень? Болти, бедность, скрученная спина, я раздеревничаю, ребенок, лихорадка, Айтвар, потерянный, бабушка, нет. Затопленная Оползень. Вот здесь, да? Тогда генерал займется этой деревней. Генерал отправлен. Продовольствия практически нет. Продовольствия практически нет. Аурелья убедила меня, что у меня так хорошо. Про растения мы уже читали. Я просто хочу выйти. Любимый. У меня не очень хорошая память. Ярко-голубые грибы есть. Благодать трава есть. Два флакончика масла буковицы есть. Масло полыни есть. Два яйца василиска. Книга и заклинания есть. Я еще не читал. Думаю, это все. Ну, все тогда, все. Я не знаю, зачем я сюда тогда пришел. Тронный зал и заканчиваем неделю. Так, ну что ж. Сейчас я немного припасов еще отложу. Немного припасов отложу. Построю, наверное, усиленные ворота. И откажусь от ведьмы. Поскольку она... Ну, исходя из того, что поскольку она нужна была в эту неделю, надеюсь, что в следующую она не пригодится. Ну, а стенд генерал и охотник побудут вместе со мной. 37 золотых. Может быть, на что-нибудь и хватит. Продолжить. Гребна неделя, 44-я. Я сообщил крестьянам, что вы хотели их видеть по поводу призыва. Хорошо. Охотник, ты тоже сообщил? Молодец. Давай следуй за генералом. Я продаю мешки с припасами, ваша светлость. Позвольте мне помочь вам. Убья самые лучшие цены во всем дамерне. Только 28 золота за 22 припаса. Что дубаете? Купить про Харакула. Ничего я не дубаю. Это все. До свидания. Пожалуй, это все. Спасибо. Я понимаю. Я вернусь в Давиат через несколько недель. До встречи. Так, крестьянин. Что происходит, ваша светлость? Ты присоединишься ко мне? Вы помогли мне найти этого подлого Айтвареса. С тех пор у меня никогда не было с ним проблем. Я помогу. Надеюсь, вы будете править еще долгое время, ваша светлость. Ну, шесть недель точно буду править. А там посмотрим. Через шесть недель напоминаю тебе. Не забудь. Ваша светлость, как я могу помочь? Присоединяешься ли ты к моей армии? Мы поможем. Мы в долгу перед бабе. Вы помогли, да, когда наш амбар был уничтожен, оползнем. Мы построили новый, и он лучше любого другого амбара в гребне. Это безусловно, безусловно стоит защитить. Будь готов. Будь готов. Отлично. Ваша милость. Все болеют. Да что такое? Что за напасть? Люди в моей деревне не могут перестать кашлять. Ведь бы нет. Они так сильно кашляют, что перестают дышать и теряют сознание. Ты знаешь, в свете последних событий, лучше бы вы находились на карантине. Не надо шастать по королевским дворцам. У них также жар и рвота. И это не просто один или два человека. Это вся деревня. Только я и еще пара других людей все еще здоровы. Поэтому они отправили меня к вам, чтобы попросить помощи. Ведьмы нет. Я думал, ведьма в этот раз не пригодится, а она вновь опять нужна. Мы думаем, что эта болезнь заразна. Все закрыли своих домах и не выходят. Мы должны что-то сделать. Ваша светлость, прежде чем болезнь распространится дальше. А чем может быть охотник полезен? Хорошо, может быть. Мой охотник не сможет излечить вас, но он может выяснить, что является причиной болезни. Возможно, поблизости есть мертвое чудовище или животное. Спасибо, Ваша светлость. Мы будем ждать его с нетерпением. Две недели не будет охотника. Ну, ладно. Это что за пиосант такой? Ваша светлость, извините, что беспокою вас. Я ровно без ветра. Как вы знаете, мы проводим ежегодное сожжение марзаны. Мы знаем, что ваши ресурсы ограничены. Ну, а знаете, чего пришли? Ну, пожалуйста, Ваша светлость. Не могли бы вы помочь нам? Мы всегда проигрываем, потому что даже деревня с собой бедная. Но даже дети были бы рады победить хотя бы раз. А с вашей помощью у нас есть шанс. Конечно, я не помогу, потому что вам 20 припасов нужда. Кстати, кто-то приходил, только из другой деревни, наверное, тоже просил. Мне жаль, мне жаль. Вот, честное слово, у меня нет ресурсов, чтобы помочь с этим. Как я уже говорил, вы используете седа. Если постараться, они будут выглядеть очень мило. Хорошо, Ваша светлость. Мы так и сделаем. Там никогда не выиграть. Ого. Голубь. Чуть этого не завалил, прям стойку. Как прилетел, как орел настоящий. Эрик Король Даверна. Ваша дочь Ларсулия обвиняется в измене, богохульстве и колдовстве. Ларсулия готовила заговор против своего мужа, короля Атаны. Совершила акт богохульства, публично раскрыть, ковав божий труд в волю церкви. Также она целенаправленно избегала участия в церемониальных процессах. Она была признана виновной в оказании помощи противнику, колдовством, позволив им выиграть битву за счет разрушения гор. После долгих споров и попыток изгнать дьявола из Ларсулии с горем, я вынужден сообщить вам, что ее тело было предано огню, чтобы очистить ее душу. Да простит ее бог. Ива, козел Атаны Так вот, к чему говорили вы, да? К чему готовиться. Бедная моя дочка, что ей пришлось там натерпеть и чем это все закончилось? Они даже просто не дали мне встретиться с ней. Я надеялся, что я ее увижу. Ее тело было предано огню, чтобы очистить ее душу. Это невозможно. Ну почему? Эрик, ты здесь? Убогий, я думала, что потеряла тебя тоже. Я здесь. Я не знаю, что делать, что говорить. Наша Ларсулия ушла. Надеюсь, это был просто ночной кошмар, который больше никогда не повторится. На данный момент мы не можем ничего сделать. Что значит эти варианты ответа, который больше никогда не повторится? На данный момент мы ничего не можем сделать. Я могу тебе сказать только, что этого больше никогда не повторится. Теперь, когда Ларсулия не стало, никто нас не удерживает от мести Ива. А кто нас вообще до этого удерживал? Вообще нельзя было этого допускать. Когда настанет час, мы должны будем быть готовы. Ива заплатит за все, что он сделал за угрозы нападения на нас. Эрик, пожалуйста. Нет, нет, нет. Он должен заплатить за это. Я думал, что Радовцы – это группка варваров, но оказалось, что они более цивилизованные, чем королевские персоды. Нам нужно сосредоточиться на доступающем войске. Мы нанесем ему ответный удар. Но мы не можем преследовать. Что значит не можем преследовать его? Мы будем его преследовать? Мы его найдем? Мы подождем его прихода. Не мог бы ты остановиться? Пожалуйста. Эрик, наша дочь ушла. Не мог бы ты подумать о ней хоть секунду? Прости меня, любовь моя. Я просто полотгнева. Как? Как ты себя чувствуешь? Я дрожу. Я не знаю, как мы справимся с этим. Ты должен сказать девочкам. Я не могу это сделать, Эрик. Так они еще не знают? Откуда они узнают? Они, наверное, догадываются. Ты пропустил некоторые вещи, когда потерял сознание. Они тебе расскажут. Я поговорю с ними, не волнуйся. Эрик. Твой советник забрал письмо. Он сказал, что это к лучшему. Я не видела, что произошло. Расскажите мне. Как она умерла? Что он с ней сделал? Скажи все как есть. Эрик, ты должен... Не должен не лгать. Мне нужно знать, что случилось с нашей дочерью. Ну, ну, нет. Я не могу сказать, что она была сожжена заживо. Она ничего не почувствовала. Ива... Эрик. Ива дал ей яд. Она только что уснула. Это было безболезненно, моя дорогая. По крайней мере, она не страдала. Мне нужно... Побыть немного одному. Мне жаль. Надеюсь... Надеюсь, что... Ива не умрет от какой-нибудь случайной стрелы или упавшего камня или нахлынувшей неожиданно лавины. Мне он нужен живым. Войны. Кто-нибудь. Скажите всем, что сегодня больше не будет, слушай, не в тронном зале. Скажите им, пусть все они идут к черту. Девочки. Надеюсь, что они держатся лучше, чем Аврели. Сразу прям вот вспоминается эта стена и последний раз, когда мы виделись с Ларсулей. Да? Эрик говорил, что любит ее. Она говорит, что я знаю. Надо было его тогда спихнуть. Да, отец. Нам нужно поговорить, отец. Но она все знает, получается. Я знаю. Я догадывалась. Все поспешили тебе на помощь, как только ты упал с трона. А потом я услышала крик матери. Все услышали. Я никогда не слышала, чтобы она так кричала. Мне сказали, что пришло письмо. Я знала, что-то должно было произойти с Лоли. Она умерла? Да, она умерла. Я не смог это предотвратить. Это не твоя вина. Все знают, что у тебя не было выбора. Я уж не знаю, был бы у меня выбор или нет. Наверное, лучше, чтобы она была с варварами, наверное. Уже назад время не повернешь. Только Иво ответственен за это все. Он должен поплатиться. Я бы выпустила Иво кишки, если бы только он оказался в моих руках. Я бы с легкостью справилась с ним. Черт. Я так зла. Расстроена. Кажется, будто земля уходит из-под ног. Отец, умоляю, скажи, что мы отомстим за нее. Да отомстим, конечно, только не делай глупости. Мы мало что сможем сделать. Иво пожалеет об этом. Я обещаю тебя, Залия. Спасибо, отец. Я посмотрю, как там, мать, она там подавлена. Все мы опустошены. Я понятия не имею, как мы это сделаем, но мы спасем ее. Мы спасем. Мы спасем. Мы спасем. Я вот сразу хочу открыть карту и отправить, отправить, кто у меня там остался, отправить, чтобы мне, чтобы собирать войско, потому что мне нужно войско. Деревня в огне. Но я так не... Подожди. Я так не узнаю. Мне нужно открыть архив. Мне нужно открыть... Грязевые ошибки, да? Где это было? Деревня в огне, постоялый двор, мясник, чесотка. Подожди, король Эрик. Плохая кровь, атакованная. Или мы уже... Скрученная спина, затопленная. Болти. Бедность. Я не помню просто. Я не помню, кому мы уже помогали, кому нет. Я раз в деревне. Мы решили проигнорировать проблему. Плохая кровь. Король Эрик решил проигнорировать просьбу о помощи. Предложил, что если он предложит немного, что мальчику может стать лучше. Болти. А, в болти не, да? Почти, к мяснику мы же обращались, по-моему. Или не обращались к мяснику? Ну, пускай сходит. на две недели, что? Серьезно? Ладно. Седани, как по мне, можно было бы и не говорить, но... Ваша милость. Седани. Отец. Что произошло с нашей Лилией? Кто-то закричал, ты упал в обморок, а потом Азалия сказала прийти сюда и ждать тебя. Она дала мне диадему, Ларсули. Она сказала, что ее прислали вместе с письмом. Лули никогда не расставалась с ней, она ей очень нравилась. Мне не разрешили даже потрогать ее. Пожалуйста, скажи, что с Лулией все в порядке. Отец, прошу. Ну, я даже не знаю, что лучше. Да пускай ребенок поживет спокойно. Знаешь что, Седани, Ларсулия в порядке. Она больше не будет мучиться, все кончено. Она больше не приедет, верно? Боюсь, что нет. Она теперь в лучшем месте, Седани. Во всяком случае, хотелось бы верить в это. Я вижу, что ты делаешь. Спасибо, отец. Я стал забывать, что ты уже не такая маленькая, как раньше. Бедная, бедная Лули. Что мне делать с ее диадемой? Знаешь что, оставь ее себе, сейчас Ларсулия хотела бы этого. Хорошо. Мне нужно увидеть маму, скажи ей, что все будет в порядке. Седани, Седани, ты очень сильная, мы справимся со всем этим. Спасибо, отец. Она сильная. Эх, Мишка, Мишка. Ну что ж, пора заканчивать. Аурелия, вот ты где. Я не знаю, что сказать. А что вообще нужно говорить в такой момент? Можем ли мы просто, может, просто помолчим? Может быть, просто вспомним ее? Вот именно на этом месте Эрик и видел ее, да дочь-то, последний раз. Совсем чуть-чуть. Все хорошо, дорогой. Ты был достаточно силен для нас. Просто поволчим, да вспомним Ларсулю. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну что ж. Время до осады шесть недель. Хочется его промотать, чтобы это все наступило побыстрее, но нужно еще подготовиться. Нужно подготовиться. Припасы мы отложим. Алена ведьма. Сейчас войско-то 252, да? К осаде его точно будет, ну, 300 его точно будет, правильно? Штыков 10 прибавляется каждый день. Просто думаю, может, ладно, оставлю я Алену. Продолжим. Гребна, неделя 45. Не думаю, что была хорошей идеей встать сегодня с постели, но если мы будем лежать, то, знаешь, слезами горе не поможешь. Не думаю, что мы готовы иметь дело с этим. Слушай, только не надо вот это вот точнее сейчас. Я сообщил крестьянам, что вы хотели их видеть. Они должны быть здесь в ближайшее время. Я вызывал тебя. Присоединишься ли ты к нам? Мы готовы к битве. Даже незначительная помощь будет оценена. Конечно, ваша светлость, наша деревня теперь самая чистая в Даверни. Я бы хотел всегда жить там. Будь готов, битва начнется через пять недель. Ну что ж, плюс 6 штыков. Мы слышали о принцессе ваша светлость. Я оскорблю вместе с вами. Узнаете, она была знатоком моды. Я ходила в старых потрепанных лохмотьях, но она помогла мне выбрать подходящее платье для моего бюста. С тех пор нет отбоя от посторонних взглядов. Ее смерть огромная потеря для нас. Примите наше соболезнование и этот небольшой подарок. Спасибо. Вся наша деревня в трауре, ваша светлость. Мы слышали много хорошего о принцессе Ларсули. Лично был свидетелем ее доброты. Мы встретились на рынке. Она была не только добра ко мне, но и оставила мне лишнюю монету. Жаль, что она ушла, ваша светлость. Вот, возьмите. Спасибо. Очень жаль, ваша светлость. На самом деле, я не ожидал, что люди придут. Они пришли. Однажды я встретил принцессу в поле. Моя телега застряла в грязи, как всегда, на одном и том же месте. Принцесса занималась верховой ездой, и вместо того, чтобы просто пройти мимо, она вместе со своей стражей остановилась и помогла нам подтолкнуть телег. Она была так молода, она не заслужила смерти. Зочный не такой. Простите, я не должен был это упоминать. Я плохо справляюсь со своими эмоциями, вот просто возьмите это. Спасибо. Какое несчастье. Это большая потеря для нас всех, ваша светлость. Однажды я наткнулся на принцессу Ларсулю в залах, когда ждал аудиенции с вами. Я испугался, что она отрубит мне голову, но вместо этого она сказала, что нечем беспокоиться и пожелала мне хорошего дня. Я принес вам кое-что. Это не вернет вашу дочь, но, возможно, немного скрасит день. Очень жаль слышать о принцессе, ваша светлость. Я подруга Ларсули, мы часто гуляли в саду вместе. Когда мой парень бросил меня и разбил мне сердце, я плакала целыми днями. Принцесса Ларсули была добра и она всегда посылала мне маленькие глупые письма, чтобы поднять мое настроение. Она помогла мне пережить трудные времена и я, наконец-то, нашла себе достойно. Я надеюсь, что ваша семья, наконец-то, немного отдохнет, когда все это закончится. Это для вас. Ну что ж, просителей, наверное, сегодня не будет. Тяжело подняться с трона, но все-таки придется подняться и пройтись. А идти-то, наверное, и некуда. Идти, наверное, некуда. Тогда я уж, пожалуй, генерала своего... Единственное, что на карту посмотрю. Чесотка. Ну, опять же, нужно понять, куда посылать. Их уже столько много. Кому помог, кому не помог. Чесотка я не помог. Король засомневался и вместе с этим дал киснет денег на лечение. Ну, так почему бы нет? Я на лечение все-таки ему дал денег, поэтому можно, наверное, и послать Чесоточному. Генерала подтвердить. Ну, что ж, наверное, на этом и закончим неделю. У нас много припасов. Время до осады 5 недель. Как бы и деньги даже ров позволяет построить. Я от охотника, наверное, откажусь. Припасами я заполню полностью полностью склады. Ну, и продолжим неделю. Гребна неделя 46. Я сообщил крестьянам, что вы хотели их видеть. Они должны быть здесь в ближайшее время. Ваша светлость. Ваша светлость. Мне удалось выяснить, что является причиной эпидемии в той деревне. Похоже, что деревня расположенная выше по течению сбрасывает свои отходы в реку. Загрязнение. Загрязненная река впадает в другие деревни. Крестьяне используют эту воду, чтобы готовить еду, пить и мыть. У них нет другого источника воды, кроме как того, который находится в другой деревне в четырех часах ходьбы от них. Это ужасные новости. По крайней мере, мы знаем, что является причиной проблемы. Спасибо. Я думаю, что один из жителей деревни скоро посетит вас. Без проблем. Я помогу им, если смогу. Ваша светлость. Наша деревня была затоплена. Снова. Наши хижины были разрушены. Некоторые сараи уплыли вместе с рекой. Мы потеряли много животных. Мы верим, что в потоке воды живет что-то, что доводняет и разрушает наши дома. Что вы знаете об этом существе? Как и подозревало, в Даши реке есть водный дух. До вердяка. Он преследует нас некоторое время. Сначала все было не так плохо, потом стало хуже. Мы начали приносить ему жертвы. Что? Только животных, ваша светлость. Не волнуйтесь. Цыплята, кошки, собаку и даже овцу один раз. Ну, в общем, это они все набрасывают, да, и все это потом гниет и заражает других. Это помогло? Нет. Но у нас есть новая, лучшая идея, которая сработает до веряка. Нам нужна корова, ваша светлость. Корова в жертву в водно-будуху. Какой монстр не будет удовлетворен таким большим предложением? Или это не они? Хорошо, ведьма может помочь. Эти существа не перестанут просить. Моя ведьма знает, как бороться с такими жадными существами. Это было бы идеально, чтобы не тратить еду. Вы вызывали меня? Да. Если ты от чесотки вылечился, присоединишься ли к моей битве? Война грядет. Вы помогли мне излечиться от болезни. Вы избраны. Если нужно будет, я отдам свою жизнь за вас, а также призову своих друзей на помощь. Будьте готовы, битва начнется через четыре недели. Ваша милость, мы нашли тех, кто бежал из Радовской армии. Мы приковали их цепью к стене замка. Вы должны пойти и разобраться с ними. Я приду, как буду готов. Торговец. Я торговец с экзотическими товарами, ваша светлость. Предлагаю вашему вниманию самый экзотический ассортимент товаров в мех, оборотня, чушья, сирена. Я не вру, убедите сами. Вот, наверное, и пожаловал тот торговец, у которого есть яйца. Все по пять золотых за штуку. Перу Грифона, рук, мех, позвольте мне увидеть другие. Позвольте другие. Что у вас есть еще? Яйцо Василиска. Но мне надо еще одно. Это будет стоить пять золотых, берете? Да, конечно. Отлично, что-нибудь еще? Еще одно яйцо. Это будет стоить пять золотых, берете? Да. Отлично. Ну, наверное, все. Язык Лилика, глаз кошки, ухо Яроша. Ухо Яроша. Может быть, эти вещи какие-то, может быть, мне тоже в чем-то могли бы пригодиться, но даже не знаю. ну, на этом все. Спасибо, торговец, на этом все. Отлично, я рад. Я рад, я рад. Два яйца, да? Два яйца Василиска. Все правильно же? Так должно было быть. У меня остался генерал, ну, подожди. Подожди, генерал. Может, он где-то будет мне полезен в разговоре с радовцами? Любимый. Все в порядке. Ну как? Ладно, тогда увидимся позже. Может быть, конечно, о ритуале что-то спросить? Может, что-то есть? Похоже, ты нашел все необходимые предметы. Ах, вот как. Спасибо большое, что поддерживал меня во всем этом, Эрик. Я надеюсь, что это сработает. Конечно, все получится, дорогая. Увидимся позже. Слушай, я даже не знаю, когда этот ритуал. Может быть, мне нужно книгу прочитать, а? Может, сейчас это нужно прочитать? Или не сейчас? Они виновны в смерти наших братьев на поле боя. Мы не должны жалеть врага, пусть они попробуют нашу сталь. Да, я думаю, что есть основания, конечно, их казнить, но насколько я помог крестьянам и их генерал, так сказать, да? То есть ли смысл в казни просто подчиненных? Понятно, мои солдаты хотят отыграться, и настроение у меня не очень-то хорошее. Ха, дамочка тут совсем уж занесла топор, да? У них нет чести, чтобы бороться до конца. Они бежали как трусы, вместо того, чтобы встретить свою судьбу. Но у нас они есть сейчас, и мы можем показать им нашу справедливость. Мне действительно нужно просто сделать то, что лучше для королевства здесь. Каждый король узнает, пойду ли я против них и соответственно откажутся от их поддержки. Че он говорит, непонятно. Повесить их всех. Отпустить. Эти люди просто следовали приказам. Наша земля видела достаточно смерти. Ваша светлость, но как? Слушать приказы, как? О-о-о. Смерть варска в варварской бразе. вы привели своих людей в наш дом. Они едят нашу еду, они ходят по нашим дорогам, охотятся в наших лесах, может быть отдать им наших жены, детей? Да не надо нагнетать обстановку. Мы хотим отомстить. Ух и голос у тебя, женщина. За наших мужей, сыновей и братьев, которые погибли в битве. мои дети не смогут спать по ночам. Они боятся, что мужчины с чудовищами добродей, одетые в черное, придут за ними. Нам нужно сосредоточиться на настоящем, а не жить, застряв в прошлом. Бх. Это нечестно. Король принял решение. Эти люди свободны. Спасибо, ваша светлость. Мы позаботимся о том, чтобы вы получили что-то за ваше беспокойство. минус пять. Минус пять довольства. Ваша белость. Это все, генерал, я ухожу. Продолжай в том же духе, Стэн. Да, ваша светлость. Да хватит уже крови, боже бой. Сейчас бы этого генерала моего надо архив почитать, кому я помог. Оползень. Двойной налог, чесотка, скрученная спина. Помог? Эрик решил помочь человеку, давая ему небольшое количество припасов каждую неделю. А, ну тогда все, скрученная спина где-то была здесь. Скрученный человек, вот он. Пригодятся мне все, даже со скрученной спиной. Генерал, иди, зови его. Ну что ж, на этом, наверное, все. Пора заканчивать неделю. Саммит короля? это еще что? Добро пожаловать. Добро пожаловать, я собрал тебя здесь. Да, да, мы все знаем, почему вы здесь. Давайте пропустим всю эту чушь. Я помогал радовцам, когда они приходили с просьбой о помощи. Прости меня, Едрик, у меня не было сердца. У меня что, чтобы поступить иначе, да? Мои солдаты разыскали радовцев, покинувших поле битвы. Я должен был отпустить их. Когда я смотрел на них, я видел страх и видел отчаяние. Они знали, что потеряли, они были в неизвестной стране далеко от дома. Они были детьми ненамного старше твоих мальчиков, Едрик. Они не боролись, чтобы победить, они боролись, чтобы выжить. У меня не было желания, ненависти, чтобы лишить их жизни. Мои люди также принесли мне короля. Его так сильно избили, что он едва мог двигаться, беззащитный и сломленный. Они объяснили мне, почему радовцы здесь. Жизнь нелегка для них, как и для нас. Он отец, просто пытающий защитить то, что ему дорого, что он оставил. Я пощадил его жизнь в тот день. Я принял свое решение, все из которых я готов столкнуться с последствиями. Поэтому я оставлю это последнее решение за вами. Ты поможешь мне отразить Атану из моих ворот. Ты спас много жизней, Эрик. Я знаю, что это был трудный выбор, но мы все выиграем от этого. Тот факт, что вы спасли их всех, дает мне надежду на будущее. Мое сердце радует, что среди нас есть хорошие люди, готовы остановиться послушать. Попробуйте понять других людей. Я не сомневаюсь, что отдам все свои армии и буду на вашей стороне. Вы имеете мою полную поддержку. Сторона справедливости. Ты присоединяешься к мертвецу, Фабиум. Через пять недель вы оба будете есть грязь. Я не буду ослаблять радовцев. Я позабочусь о том, чтобы мои границы строго соблюдались. Будь ты проклят, Эрик. Тебе приходилось слушать этот сентиментальный праведный банк. Ну понятно. Ну ладно. Один присоединился, другой нет. получается у меня будет тысяча штыков плюс моих 300 наберется наверное точно. Припасы готовы, все готово. В принципе ров можно построить. Время до осады четыре недели, но это пока, да? ну ладно. На этом я, пожалуй, закончу. Спасибо, что смотрели и пока-пока, до новых встреч. Пока. субтитры субтитры субтитры